Михаил Михайлов, участник 9 апреля, вторая группа инвалидности. Тут я проводил уже почти 6 дней акции «Голодовку», а сидячую «Голодовку» тут бы проведет где-то 8 лет. Мы требовали, что то, что случилось в Азербайджане 20 января, и какой статус им дали людей, чтобы хотя бы приблизительный статус такой дали тех людей, которые тут погиб, 21 человек, а потом еще умерли 2 человека, всего 23 человека. У них до сих пор сегодня нет никакого статуса. Без статуса они, а люди, которые там были отравлены, которые получили ранения, у них вообще сняли все, годы, и они остались без чего. Поэтому я начал «Голодовку», но никакого шума, никакого, так скажем, никто ничего нам не ответил. Без сколько раз обратили внимание на властей, они нас ни о чем не ответили. Даже пресса, к сожалению, которая себя хвалит Грузию, так будто он независимый, у нас нет независимой прессы. Ни один пресса, ни один журналь, ни один газет не пришел и не спросил, что тут происходит сегодня, что тут человек, зачем голодает, что ему нажать. Я тут лежал, 6 дней голодал, с днем и ночью, но никто ничего не сказал. Вот поэтому я уже вчера поздно вечером прекратил голодовку по просьбе участников 9 апреля, потому что у нас в Грузии так мало людей, тем более мало людей, которые голодают под самыми участниками 9 апреля. И мой смерть тут ничего хорошего не принес бы. Вот поэтому по просьбе я попросил вчера уже поздно ночью в голодовку. Мы думали, что участники, хотя в гонке так называемой президентской выборы, там всего 25 человек было, хотя бы один бы пришел и спросил бы, что тут происходит, что тут дело, в чем тут вообще, что вы хотите. Ни один, даже 2-3 кандидата пришли, рядом стояли, и они сделали вид, как будто они нас не видели, и ушли. Так что, как вижу, в этом государстве никто ничего не волнует. Ни 9 апреля, ни патриотист, для них самые главные деньги, самые главные доллары, за которые они воюют, за которые они друг друга бьют, из-за которые они хотят, чтобы людей обманывать. Сегодня у нас 2 часа тут митинг, объединенный митинг, так скажем, потому что в 1990 году у нас был единственный выбор, законный выбор, который был проведен даже уже при Советском Союзе. Еще не был Советский Союз упразднен, но Грузия тогда во главе звяда Горсокурдия провел независимые несоветские выборы, и там пробудил круглый стол, свободная Грузия во главе звяда Горсокурдия. После того уже в 1992 году пришел Эдуард Чеварднадзе, который сверх звяда Горсокурдия, и после того 3 года даже и сверх не звяда Горсокурдия, сверх парламент, и упразднил Конституцию. Это нескрихами, несправедливость, которая в мире вообще произошла. После того, 3 года вообще не было в Грузии никакого Конституции, и в 1995 году принял так называемый парламент, но принял Конституцию незаконно. Вот поэтому мы сейчас хотим сегодня людей, еще раз напомнить, что спасение, единственное в Грузии, это восстановление Конституционной власти Грузии, которое до сих пор существует, до сих пор он есть, есть парламент, есть председатель парламента Грузии, так что пока все это не будет восстановлено, кстати, я хочу сказать, как азербайджанскому представителю, азербайджанскому телевидению, то же самое было и в Азербайджане. В Азербайджане был Пуш и Алиев сверх, тогда Ильчебея, который, кстати, был большим другом, Святого Гомсобудия, по всем другим другом, Джохара Дудаева, потому что они были инициаторами, они были однимишниками, чтобы создать единокавказский дом. Чему есть спасение кавказцев? Если мы хотим спасаться, ни Россия, ни Америка, ни Европа, Кавказа не поможет. Единственное, нас спасет от деноцида, от войн, от друг друга, чтобы нас не травмили друг другом, это кавказский дом, у которого есть все потенциалы, как экономически, как политически, всякие, как ресурсный мозговой, как ресурсный людей. Кавказ всегда был инициатором не только спасения самого себя, а, как Гегел говорит, из Кавказа всегда приходил сам, самый лучший идей для мира. И спасение, как Гегел говорит, от Кавказа. Вот поэтому сейчас против Кавказа воюют все. Это все война, то, что было у нас. Там сама Чабла, с Абхазии, это все спровоцировано с империей, которые не хотят, чтобы мы, кавказцы, вместе жили. Что касается сегодняшнего выбора, то, что у нас происходило, да, это, как уже говорят, так сейчас Нина Бурджонадзе говорит, это тоже будет сфальсифицировано. Всегда будет у нас сфальсифицировано выбор, кто бы не пришел. Потому что незаконный власть всегда, он опирается не на людей, а он опирается на деньги, опирается на свою власть. И всегда они будут будут ту политику вести, которая нас, так скажем, навязывает другой, другой империи. Не имеет значения. Это российская, евроамериканская, там, скажем, турецкая, там, скажем, иранская, в кавычках я имею в виду, там не имеет значения, они всегда будут приводить тех людей, которые им полезны. Так что наша задача еще раз довести гражданинам Грузии, чтобы, если мы не будем уважать 9 апреля, если мы не будем уважать 20 января то, что случилось в Азербайджане, которого мы очень переживаем и очень ждем, и наши представители всегда 20 января они и там этот самый идут в Азербайджане, в Баку и там ждут так. И они тоже каждый 9 апреля тут они приходят. Я хочу сказать еще одно заявление, что пусть не думает ни одна власть, чтобы это акции раз не голодали, это если нас не принес результата, мы так оставим. Не решим, чтобы мы сообщим об этом азербайджанском наших собратьев и 25 годовщине 2014 года, 9 апреля, мы тут сделаем, так скажем, отцеплению и не пустим никого других. Они просто же хотят, чтобы они так-то позировали перед людей, как они любят 9 апреля, а потом они не помнят. Если они этого не хотят, тогда мы сделаем обцеплению и не пустим никого. Пусть тогда и народ, и власть увидят, и мы это сделаем вместе с азербайджанцем и вместе из международной акцией, чтобы было обращено внимание, потому что первый раз в Советском Союзе и в Советском Союзе Грузия был опротестован Конституцией Советского Союза и был тогда продвинут самый главный право человека, что он был свободен. Так что мы будем бороться пока у нас есть сила и беззначение сколько лет это будет. Да уж листит нас Господь, Бог с нами. Приставьтесь, пожалуйста. Я генеральный директор фонда 9 апреля. Насчет вчерашних выборов вы что можете сказать? Я могу что сказать вчерашнего выбора. Я лично и люди нашего общества, нашего фонда. ни одного президента не дали свой голос. Наверное, у вас будет вопрос почему. Потому что ни один президент не имеет взять наш голос, потому что мы уже здесь 9 дней сидим и ни один кандидат не пришел здесь, чтобы узнать, что случилось и почему здесь голодуют люди. потому что 9 апреля это народный травм. Здесь погибли люди для независимости Грузии. И после 9 апреля началась независимость нашей республики. И когда президентский кандидат не обращает внимания тех людей, которые в тот день погибли, в тот день отравились газом, мы воевали против русских. они не приходят и не узнают в чем у них проблема, они не должны получить наш голос. И потому мы вчерашние выборы наш офон бойкатировали вчерашние выборы. И ни одного президентского кандидата не дали свой голос. Сейчас мы собрали здесь по поводу что начало 2005 года начался наш игнорирование это фонд не погибших. И окончился это уже новое правительство пришло и новое правительство продолжало игнорирование которых были на этих героях. и мы вышли потому специально вышли перед президентских выборов чтобы нас обратили внимание. Но ни телевидения ни государства никто не обращал внимания. И мы после выборов второй день сняли эту голодовку и мы уже начинаем другой путь чтобы найти ту силу которая заставит эту государственную чиновнику уважать тех людей которые погибли делом независимости. У нас есть друзья из Азербайджана общества 20 января и всем показали какие у них годы и как правительство для них в Азербайджане делает все возможное. Просто среди на должность нашего правительства что потому что с Грузии с 9 апреля начался разрушение Советского Союза. В 89 году было у нас в 90 году было у вас в Азербайджане и потом в 91 году было в Литве. Мы были пионерами и самые хуже находимся мы сейчас люди которые воевали за независимость Грузии. До каких пор будут здесь бастовать? Мы сегодня уже наши акции закончили потому что не обращают внимания мы не будем убивать наших людей не будем сейчас по-другому начать собраться для наших условий чтобы они приняли не наши условия чтобы они должны сделать то что уважать всех этих людей и в государстве они имели погибшие имели то ордена который налево направо они раздают здесь почетную аллею они построили до сих до сих до сих грузии не ставят памятник погибших 9 апреля это камень поставили и там написано что здесь погибли 9 камень а у нас нет никакого только вот это один это мемориал вы считаете мемориалов это изъевать за что просто это изъевать за что просто какие-то компенсации отдаю вот прочитай мемориалов